привет дорогие друзья с вами рудник и сегодня решил я немножко нарушить тишину на своем канале к сожалению очень много различных дел у меня сейчас в оффлайне занимаюсь я многими различными другими делами но все-таки нашел немножко времени для того чтобы порадовать вас новым контентом ну и скрасить возможно ваш обед либо вечер ну или может быть ваш выходной день сегодня у нас летсплей по игре broken roads сейчас доступна демо версия как раз таки с ней я вместе с вами буду знакомиться это видео из разряда первого впечатления и давайте как раз посмотрим что же это за проект забегая вперед как бы расскажу кратенько ту информацию которая сейчас доступна во первых это проект представляет собой ролевую игру в первую очередь он будет интересен тем кто кому нравилось кто предпочитает старый добрый и олдскульный фоллаут с видом сверху изометрия пошаговые бои собственно достаточно обширная система характеристик нелинейность сюжета и многое 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 другое здесь у нас сам сюжет постапкалиптический произошел какой-то катаклизм собственно люди сейчас пересоздают воскрешают скажем цивилизацию группируясь восстанавливая города восстанавливая свои жилища и мы соответственно предстаем в роли некого такого инициатора небольшого группы который как раз таки собирает вокруг себя команду которую собственно ведет выполняет поручение других и в целом путешествует по окружающему их миру пытаясь найти собственно там свое призвание ну давайте начнем новую игру я думаю по ходу мы с вами узнаем очень много нового интересного ну и будем безусловно это все замечать и обсуждать мы не будем безусловно это все прекрасно мы будем безусловно это все прекрасно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сразу заметно, что у нас есть различные, видимо, наши предыстории, какие-то наши origin Ну да, наша сущность Единственный доступный в демо это наемник, high red gun, наемный ствол У него есть свои бонусы к внимательности, к силе Стартовые скиллы, безусловно, тоже усиленные ники Я вижу, в зависимости от вашей предыстории, есть уникальные перки Ну, окей, выбора здесь у нас нет, поэтому берем то, что дают Так, здесь можно выбрать наш внешний вид, но выберем как есть Так, моральный компас Это одна из фишек данного проекта У нас есть круговая менюшка, которая показывает нашу, собственно, предрасположенность Нашу карму, называйте как хотите Это, собственно, результаты всех наших действий Скажем, к какому типу человека мы себя, да, соотносим Собственно, к кому мы относимся в связи с нашими поступками и решениями Есть человек гуманист, да, можно быть нигилистом Макеавеллиан Макеавелизм, наверное, макеавелизм И утилитарный человек тоже может быть Так, world view, ну, здесь понятно Различные могут быть события, там, и объекты Вот, собственно, как раз-таки наши философские учения, к которым мы принадлежим Собственно, главное Это человек, да, сущность человека Это гуманистическое настроение Утилитарное Как бы Общее счастье Комбинируется Matters most Значит, больше Ну Там Больше всего Скажем, что Наилучшая цель, что ли Но я сейчас могу, конечно, очень сильно ошибаться с переводом Вы уж меня простите за мой английский Так Макеавеллиан Собственно, моя группа Это Наивысшая цель Наивысшая Наивысший смысл И нигилизм Я Это, грубо говоря, нигилизм Я самый главный Макеавеллиан Моя группа Самая главная Утилитарная Все, как бы, важны Изо всех Общее счастье Самое главное И гуманистическое Каждый имеет Свою собственную Как бы По-своему важен Ну, интересно Итак Здесь уже я вижу У нас как раз таки Идет опросник Стартового нашего настроения Вы взяли Работу По сопровождению Захваченного вора Вы начинаете общаться И он говорит Вам грустную историю Как он был пойман Звучит Ну, что Он был не очень Вот, перп Не знаю, как переводится Ну, судя по смыслу Что он не очень-то Перп Не знаю Ну, короче говоря Он Оставляет о себе Достаточно адекватное Хорошее впечатление Да И он умоляет вас Освободить его У нас есть вариант Гуманистического решения Мы Можем его Освободить Нигилист Если мы выберем Этот вариант Мы Предложим ему Сделать некую работу Чтобы он Скажем так И его использовать Утилитарное Пообещаем ему Что мы обдумаем И Макеавеллен Скажем Ну, предложим ему Сделку Ну, давайте будем Гуманистами Сейчас На данном этапе Так После серии Различных рейдов На караваны Проходящие Мимо вашего дома Вы Скажем так Объединяетесь С небольшой Группой Скаутов Вы Пойманны Лидером Бандитов И Одним Из его Рейдеров Лидер Как бы Предлагает Освобождение Но Собственно В обмен На свои условия А Прошу прощения Вы Ловите Лидера Бандитов И Одного Из Рейдеров Собственно Лидер Умоляет Вас Освободить Предлагая Собственно Свои Какие-то Услуги Условия Освободим Ли Мы его Ну Понятное Дело В зависимости От Различных Направленностей Мы По-разному Будем Делать Принимать Некое Решение Ну Давайте Нигилистами Будем Ну Я думаю Что сейчас Можно Даже Наверное Больше Времени Не тратить Чтобы Совсем Контент Не стал Особо Скучным Из-за Перевода Рандомно Потыкал Пока Этот Опросник Это Напоминаю Мы все еще Создаем Нашего Персонажа Вспоминается Fallout 2 Может быть Или Baldur's Gate Когда у вас Тоже Аналогичные Всякие Механики Да Сначала Мы создаем Персонажа Дум Продумываем Предысторию Опять же Расставляем ему Стартовые Характеристики Вот Здесь У нас Есть Возможность Добавить 10 Атрибутов Ну Давайте Мы будем Харизматичными В первую очередь Ловкими Ну И Допустим Еще Одно Очко На Внимательность Поставим Так У нас Есть 30 Очков На Навыки Значит Навык Судя по всему Некой Защиты Ближнего Боя Вот Это Собственно По Собственно Некие Использование Возможностей Судя по всему Броски Стелс Пока нам Не доступен Навык Флоу Стейт Ну Видимо Какое-то Порбуждение Там Ну Может быть Какое-то Чутье Да Да Это Точность Судя по всему Дранкен Мастер Честно Говоря Не думаю Что нам Сейчас Предстоит Особо Напиваться Поэтому Пока Опустим Данный Навык Шотинг Мастер Сразу Догоняем До 25 До Второго Буллета Скажем Так Промежуточного Не знаю Что это Нам Даст Тут Кстати Можно Посмотреть Различные Бонусы Ну Я вижу Что Появляются Пассивные Дополнительные Навыки В зависимости От прокачки Наших Способностей Да Так Здесь Это Видимо Внимательность Биология Это Наше Восстановление Лидершип Безусловно Прокачиваем Как можно Сильнее Гейм Перманент Бонус Ну Постоянный Бонус К инициативе Вот это Классная Штука Всегда Любил Инициативу В такого Рода Играх И Взломщик Как нам Без этого Жить А не Как Еще Осталось 4 очка Которые Можно Распределить И я Допустим Их Кину Вам Внимательность Опять же Перевод Ребят Сходу Без подготовки Без ничего Ты сделал Это Хорошо Моим Джейк Джейк Эндерсон И Здесь Боли Боли Холл Это Видимо Название Местного Поселка Городишка Диалоги Как вы Видите Здесь В текстовом Режиме Частично Они озвучены Здесь Нам Дают Очередное Новое Задание Знакомит Нас С Нашим Первым Компаньоном Элой Которая На спине Небольшой Весистый Слонобой Держит И Опять же Мы Видим Что У нас Есть Куча Различных Вариантов Ответа Периодически Так Ну У нас Появились Первые Квесты Как вы Видите Здесь Они У нас Появляются Кстати Говоря Очень Вот Чего я Сейчас Заметил Первое И очень Сильно Удивился Есть Российская Локализация Мне такое Ощущение Что это Ошибка Потому Что В Оп Цех Несмотря На То Что Есть Скажем Так В выпадающем Списке Отмечен И русский Язык И французский И много Много Других Пока Что Работает Только Английский На Другие Ни Чего Не Переключается Ничего Не Остается Но При Этому Есть Уже Хороший Такой Симул Знак Что Русский Язык Так Или Иначе В Игру Будет Добавлен Ну И Давайте Смотреть Что У нас Здесь Есть Как Я Уже Сказал Это Изометрия Мы Здесь Ходим Бродим Изучаем Что У нас Тут В Наличии Что Там Можно Ее Взять Нет И Конечно Ж Вот Я Мне Кажется Не Устану Проводить Параллели С Тем Же Самым Fallout Атом И Прочими Играми Изометрии Ну Атом Хотя Бо Трехмерный Был Здесь Я Не В 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 Поворачивать Камеру Она Просто Жестко Привязана Это Такой Псевдо 3D Может быть Интерфейс Так И Нам Судя По Первому Заданию Нужно Просто Познакомиться С Четырьмя Местными Жителями Каждый Из Которых С Нами Будет Общаться И Возможно Накидать Дополнительных Заданий Пока Отыгрываем Простых Доброжелательных Людей Общаемся Максимально С ними Просто Можно Спрашивать Конечно же Различные Новые Вопросы Накидывать Что-то Для себя Узнавать Возможно В ходе Этих Диалогов Мы Можем Получить Какой-то Опыт Возможно Это будут Какие-то Квесты Но Пока Сложно Сказать Так У нас Есть Supply То есть Ну Некие Там Дополнительные Различные Вещи Которые Мы Для себя Можем Использовать Ну Это Считайте Склад Да И Наш Инвентарь В котором Тоже Что-то Что-то Да Есть Давайте Может быть Сразу Все Это Возьмем Пока Инвентарь Нам Позволяет Как бы Внутренний Хомяк Пускай Ликует Так Это Что-то Типа Тира Так Так И вот Кстати У нас В диалоге Появился Первый Случай Когда Мы Можем Выбрать Направление Собственно Нашей Философии Ну Давайте Будем Оставаться Гуманистами В основном Так Элла Покидает Наш Отряд Теперь Понятно Это Обучение Боевой Системы Ну Вот Как Выглядит Собственно Процесс Боевки С Процентом Попадания С Преградами С Различными Эффектами Давайте Пробовать Отстреляться По Манекенам У Персонажа Вижу Что Есть Несколько Шагов Несколько Возможных Действий По Стрельбе Именно То Есть Мы Можем И Ходить И Периодически Еще Стрелять Так Критический Промах Я Вот Прям Вспоминаю Различные Настолки Когда У вас Там Выпадает Наименьшее Вообще Значение Так Нам Нужно Перезарядиться Можно Можно Использовать Смену Оружия Вступить В Контактный Бой Скажем Так Давайте Попробуем Сейчас В Ноживом Бою Разобраться С Манекеном Первый Заход У нас Не Получилось Дважды Не Получилось Трижды Мы Промахнулись Мы Промахиваемся По Манекену Ура Мы По Нему Попали На Четвертый Раз Боже Притом Шанс 50% Обратите На Это Внимание Что Как Тотально Не Фарт Вообще Ну По Три Будем Долго Сносить Давайте Отстреляем Сейчас Отойдем Немножко И Попробуем Сейчас Отстрелить Одного И Отстрелим Второго Все Как-то В ближнем Бою Есть Вопросики На самом деле По Механикам Ну да Ладно Так Есть Интерфейс Управления Вот Нашим Нашей Командой Элла Наш Персонаж Так Ножик И Винтовка Есть Еще У нас Пистолет Можем Использовать Кстати говоря Я не вижу Патронов Отдельно Стоящих Может быть Это Такая Тонкость Там Особенность Либо Здесь Патроны Нам Не Придется Считать Вообще Если Второе То Ну Не знаю Насколько Это Интересное Решение Так Берем Очередной Берем Очередной Квестик И Давайте Наверное Доисследуем Вот Эту Нашу Полянку Точно Так же Как и Фолочи В Балдурс Гейте Мы Здесь Ходим На Некой Заранее Прогруженной Зоне Да Карты Жестко Зафиксированы И Вот Мы На них Сейчас Что-то Ходим Ищем Смотрим Разбираемся Делаем Квестики Так Еще Вот Как Дядька Сидит Так Это Кол Так Ну Давайте Пускай Элла Поговорит Так Ну Видимо Видимо Все Пытаемся Быть Достаточно Дипломатичным В диалогах И Мы Путешествуем Из этой Нуба Деревни В Следующую Локацию Готовы Уже К путешествиям Первым Так Что-то Здесь Случилось Наша Команда Сейчас Видит Первую Непонятную Историю Да Здесь Какая-то Тележка Да Юнец Какой-то Сидит Убитый Отец Над ним Горюет Скорее Все Мать Ну По крайней Мере Предварительно Кажется Так Обезоружили Опять же Здесь действия Могли привести К ранениям Так Первое Время Но Так Так Это С нами Не общается Здесь Свежее Мясо Это Видимо Мясник Какой-то Так С нами Мало Кто Хочет Разговаривать Так Это Это Видимо Продавец Электроники Какой-то Ну Здесь Классическая Механика Бартера У нас Получается Можем Продать Ненужное Чтобы Купить Что-нибудь Ненужное И Как Всегда У нас Денег Нет Можем Попытаться Договориться На Различные Скидосики Тут Я смотрю Даже Есть Солнечные Панели Ну Это Торговая Станция Это Очевидно Здесь Тут Понятно Тоже Овощи Различные Продаются Какая-то Туалетная Будка Просто Кто-то Отдыхает Кто-то Спит Ну Скажем так Жизнь Вроде бы В мире В этом Есть Но Она Кажется Пока Достаточно Искусственной Искусственно Сделанной Хотя В свое Время И в Фолочи Было Точно Так же Там Редко Кто-то Перемещался И Не было Ощущение Что Мир Как-то Живет Без Нашего Ведома И что-то Происходит В фоне От нас Постоянно Какие-то Изменения Проходили Именно Рядом С нами Карту Карту Потихонечку Узнаем Но Я На ней Пока Вижу Мало Чего Полезного К сожалению Бегаем И пока И пока Не встретил Ни Одной Истории Чтобы Повоевать Какие-то Торговли Банальное Общение Здесь Тоже Пока Ничего Нет О Можно Хлама Набрать И Давайте Разведаем Оставшуюся Часть Тут Уж Какие-то Люди Есть Но Они С нами Не хотят Никоим Образом Общаться Не Вижу Я Кстати Не Нашел Пока Никакой Кнопки Дабы Нам Как-то Подсвечивать Интерактивные Объекты Может быть Это Есть Но Ладно Заострять Внимание На этом Сейчас И Отдельных Искать Как-то Я не Буду Так Нам Предлагают С Яном Разобраться Давайте К Яну Мэйсону Пойдем Это Не Тон Не Там Это Ян Или Ян Перед Этим Был А Ян Перед Этим Был Предложить Ему Своё Оружие Либо Пытаться Как-то На него Воздействовать В зависимости От Нашей Философии Очень Интересно Давайте Утилитарное Не Помогло Не Делил Пошла Заруба Дождались Мимо Вот Смотрите Какая Музычка Пошла Прям Так Этот у нас В ближнем бою Видимо Будет Атаковать Этот у нас В дальнем Ну Допустим Так Попробовать Не попробовать Или Добить 75% Шанс Был Как Так Так Ладно Пробуем Очень Сильно Пробуем Ну Пробуем Дострелить Что я могу Сказать И еще Разок Ну С точностью Здесь Конечно Вообще Прямо Беда Какая Там Много Вопросов Особенно Про Ближний Бой Хотя Бо Относительно Ближний Бой Так У нас Есть Зона Боевая Из которой Видимо Мы Не Можем Уходить Так Давайте Убегать Отсюда Мне Очень Не Нравится Там Стоять Пора Вот Этого Наказывать Ох Ты Критически Критическое Попадание Вообще Огонь Давайте Переключимся На нож И Попробуем Чирикнуть Вот Этого Отлично Добит Ах Ты У меня Дерево Спасло Всего Три Урона Плюс Расстояние Достаточно Большое Давайте Попробуем Сейчас Попасть По Оставшемуся Тоже Критическое Попадание Очень Мне Нравятся Конечно Такие Истории Когда У вас Крит Попадань Ох А вот Сейчас Ему Повезло Вот Сейчас Ему Прям Очень Сильно Повезло Ну Ладно Скрывается Убегает Вообще По тапкам Дает Гад Так Отлично Ранение Есть Главное Не попасть Своему В затылок Опять Смотрите Ему Дико Везет У него Прям Крылышки Вырастают Ну Встаем Конечно Кучно Ну Добили Нормально Можно Было Наверное И по другому Как-то Обойти Эту Ситуацию Но Получилось Так Как Получилось Так У нас Есть Бинты Есть Граната Есть Новая Винтовка Так Есть У нас Вот Этот Непонятный Пугало Какой-то Валяющийся Есть Ощущение Что Это Мясник Но Это Не Точно И Есть Вот Этот Мейсон Видимо Это Местная Крыша Которая Была Уже Не Так Актуально Возвращаемся К нашей Мадмуазель Которая Нам Дала Этот Квест Только Я Нифига Не Помню Кто Нам Этот Квест Дал Вот Это Ну Торговать Ладно С ней Такое Узнаем Где Ной Новости Узнаем Набираем Новые Квесты Общаемся Очень Много Квестов Я вижу Так Ну и Можем Поговорить С неким Дядей Дедом Который Нас Отведет В Следующее Место Уже В Следующую Территорию Давайте Переместимся Нифига Непонятно Куда Миг Поговорите С Миком Где Мик Мик Фрида Вот этот А Вот он Мик Ну Погнали В Следующую Получается Такая Небольшая История Из Каких-то Последовательных Отрезков Может быть Зря Я поначалу Сравнивал Это все С Фолучем Фолуч Это потому Что про Свободу Фолуч Это про Решение Это Постоянный Возврат К тем Или иным Скажем так Локациям Решение Каких-либо Проблем Здесь же Я вижу Просто Некую Историю Которую Мы видим Сверху Принимаем Диалоговые Решения С кем-то Ну и Периодически Деремся На самом деле В этом тоже Есть некий Свой шарм Она Не напрягает Пока По крайней мере Но и Любитель Здесь Данного Жанра Все-таки Должен быть Чуть-чуть Другой На мой Взгляд Вот Хотя Тоже Здесь Полно Интересного Можно Частично Все-таки Все-таки Сравнить С фолочем Но Не так Чтобы Прямо Тотально Вот Многие Дея Сюда Тоже Есть Да Оттуда Взятые Но Мне В целом По душе Ну вот Блин Даже Не докинул Ну ты Вообще Ну ты Вообще Все Персонаж Меня сильно Расстроил Он кашу Вообще Не ел Походу В своей Жизни Никогда Потому Даже До Забора Меч Не Докинул Ай 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 Ладно Друзья Эта Демо Версия От нее Безусловно Ожидает Чего-то Прям Огромного Глобального Пока Что Рано Процесс Пока Только Только Отлаживается Еще Могут Исправляться Некие Проблемы Дефекты В этом Году Проект Ожидается В полноценном Релизе Визуально Симпатичный Со своими Особенностями Скорее Его Предстоит Рассматривать Как Сочетание Не просто Ролевой Игры С Изометрическим Видом А еще И Некой Ну не то Чтобы Новеллы Но все Таки Прикрюченческого РПГ Вот Давайте Назовем Его Так С Изометрией Пишите В комментариях Понравилась Ли вам Игра Есть ли У нее На ваш Взгляд Какая Эта Перспектива На Будущее Может Быть Вам Что-то Понравилось Что-то Не Понравилось Давайте Обсудим Этот Проект Потому Что Пока Вот По тем Получасом Игры Чуть Больше У меня Сложилось И Положительное Да Список Положительных Каких То Черт Этого Проекта И С другой Стороны Конечно Негатив Есть В первую Очередь Меня Очень Беспокоит Что Это Будет Некая Коридорная Тема И Вот Это Псевдо Многогранность Сюжета Псевдо Какие-то Наши Решения Они Пока Что Вот За Первые Там Три Четыре Локации Они У нас Привели Только К тому Как Мы Решаем Поступающие Проблемы Я Я Не Вижу Влияние Вот Нашей Философии Вот Это Вот Скажем Круга Да Нашей Философии Нашей Команды Я Пока Не Особо Ощущаю К чему Это Все Дело Идет Обязательно Ли Какие-то Побочные Квесты Решать Аукнется Ли В будущем Ну Возможно Аукнется Именно За счет Каких Либо Там Новых Вещей Дополнительного Опыта И прочего Но Если Рассматривать Это Как Приключение То Может Быть Не все Так уж И плохо И не так Уж И обязательно Ну В любом Случае Давайте Подискутируем Над этим Проектом Если Он Вам Понравился Ссылка В описании Будет Можно Будет Этот Проект Добавить В Желаемое И Отслеживать Какие Либо Изменения И Новости По Нему Демо Версии Периодически Обновляется Это Тоже Стоит Отметить Разработчики Не Оставляют Ее В Неком Полузаконченном Виде И Для Того Чтобы Игрокам Была Возможность Все Таки Знакомиться С Проектом Настолько Хорошо Насколько Они Могут Себе Это Позволить Спасибо Всем Большое За Просмотр В Очередной Раз С Вами Всеми Прощаюсь Прекрасного Вам Настроения Отличного Время Препровождения И До Новых Встреч Друзья